Бывают иногда такие моменты, просто я говорю, как хорошо, что у меня сегодня вот это, вот это и вот это получилось, да. И понимаете, что это уже настроение, что это уже планы, что это завтра уже мы что-то еще дальше продвинемся вперед, да, что-то сделаем. Чаевничать с Галиной Дмитриевной Смоленской одно удовольствие, всегда подтянутая и уравновешенная, а глаза излучают любовь. Галина родилась в Волгоградской области, в казачьей станице. Папа работал по партийной линии, а мама детишек воспитывала, да за хозяйством следила. Мама всегда была спокойная и добрая, я не помню, чтобы она вот на кого-то кричала когда-то, там и на нас, или там на соседей там что-то говорила, что-то не так, там ругалась или как-то, вот. Вот. И вот как бы всегда вот в спокойной обстановке. Я вот как бы, ну, поняла вот для себя, что и в своей работе, вот в своей жизни, так сейчас вспоминаю, что я старалась тоже ни на кого. Вот даже когда ситуация там на работе была, ну, вот такая, что вот разорвал бы, растерзал там механизатора или кого-то, я вот тоже себе такой роскоши не позволяла. Это могло случиться раз или два, когда уже вот я повышала голос на людей, но я потом очень переживала, думаю, ну, могла бы я, наверное, просто вот убедить, вот, а не сорваться на крик. Вот. А вот, ну, папа всегда, ну, вот учил быть честным, вот пример, ну, и также и мама, и папа, что надо быть честным и порядочным. Учеба Галине давалась легко. Девочка успевала заниматься волейболом и была кандидатом в мастера спорта. В те годы определилась и ее будущая профессия. Школа была сельская. Соответственно, и практика была сельскохозяйственной направленности. Тогда, в те годы, значит, впервые стали, заговорили о дополнительном профессиональном образовании в школах. И появились 11 классы. Вот как раз я попала вот в этот период, и я заканчивала не 10, а 11 классов, значит, и там у нас готовили, ну, как сельские профессии. Мы ездили на фермы, практика была летняя. У нас в школе нам колхоз выделял 70 гектар было своей земли школьной. Мы ездили там, обрабатывали, пололи. Вот. Сажали чуть-чуть там? Да, да, конечно. Вот подсолнечник. И вот, помню, последние как раз были подсолнечник на этом поле. Вот. На фермы мы ездили и, значит, нас учили доить коров. Ну, тогда еще не было никакого машинного доения? Ну, машинное доение только вот начиналось. И то не линейный доение, а просто в бачок. Но когда вы гоняли вот на лето на выгул их, вот, там доили вручную. И вот. Тешло? И мы, значит, вот. Ну, конечно, если постоянно... В школе вы уже корову умели доить? Умела, да. Да-да-да. Я умела корову доить. У нас, значит, давали нам удостоверение после окончания тракторист-машинист третьего класса. Вот. И вот у меня вот это. И мастер-животновод. Это вот по животноводству и вот это вот. То есть, ну, я уже представлений, хотя дома у нас животных к тому времени уже вот не было крупных, но я представлений вот благодаря вот этому, значит, имела. Не бывает в жизни случайностей. Приехал как-то в станичную школу преподаватель из Московской ветеринарной академии. Глаза у ребят загорелись. Так хорошо, что вот кто это такой ветврач. И что он, вы же понимаете, что он лечит человечество, что у нас есть заболевания одинаковые там у животных и людей. Вот все это. Я думаю, поеду, я решила. Поеду. Это как молодая девчонка из станицы, в столицу. Ну, вот так, в столицу. А вы думаете, да. Тяжело, наверное, было решиться на это, да? Ну, я вот как-то сразу. Ну, у нас там несколько человек, девочек. У нас было два класса больших. И нас собралось ехать 11 человек. Но на ветфак я одна поступала там, ну, планировала завтра. Вот этот момент, расскажите, приехали вы в Москву. Ну и как вообще-то, вот впечатление-то? Вот. Прежде чем приехать, вы вот как говорите, что как же одна. У нас состоялся консилиум. Ну, родители говорят, ну как вот? Вообще, где? Я дальше Волгограда нигде не была там. Лет 17 было, да? Ну, да, ну 17, наверное, да. Ну, вот. И вот отец как бы не хотел пускать, они не хотели. Давай звонить, значит, сестру там старшую пригласили все. Что с ней делать? Ну, и думали, думали. Потом сестра говорит, Нина Дмитриевна, знаешь что, пусть едет. Вот не поедет она, не станет этим ветврачом. И потом мы будем с тобой виноваты всю жизнь. Что вот, значит, есть либо да кабы. Вот. Ну, и вот таким образом я поехала. Ну, конечно, мы когда приехали, ну, Москва, понимаете, оглушила там нас все. Вот. Но нас вот этот куратор, он встретил. И вот с этой точки зрения, что как бы мы уже знали там, где что искать. Нас поселили в общежитии. Ну, стали готовиться к экзаменам. На ветвак в то время было 4 человека на место. Галя поступила в академию с первого раза. И закрутилась учеба. Хорошей была и производственная база. На первую практику Галина попросила направить ее поближе к родной станции. Кадров не было. Там врач, который работал. И они, мы не были в отпуске там, сколько-то такое. Мы уходим в отпуск, оставайся. Все. И меня оставили вот со второго курса с этими знаниями за ветврача. Значит, как способ передать. А, а тогда знаете, вот какие были хозяйства? Все в нем было. Вот у меня там было дойное стадо. Свиноферма была. Птичник был. Вот все виды животных. И вручили мне, говорит, ты коня умеешь запрягать? Я говорю, ну, вообще я так подходила, но чтобы вот практически, так теоретически знаю. Вот. И такую тачку мне дали, значит. Давай. Научили, как этого коня запрягать. И вот с одной фермы на другую вот ездила. Приезжаешь, осмотр сделала. Все, что там надо. Прививки какие-то, лекарства дала. Поехала там на птичник. Вот. Ну, и вот так неделю. Ну, на выходной меня вот отпускали домой. И это... И я, значит, до дома 7 километров. Приехала тоже на этой лошади. Значит, ту-ду-ду. Открывайте ворота. Я приехала. Они обалдели. Ты что, говорит, на лошади? Умеешь управлять? Я говорю, да, вот так вот. Это вот была первая практика. Калина Дмитриевна рассказала, что с будущим мужем познакомились случайно. Но не бывает случайности. Она из Волгоградской, а он из другой области. А встретились в ветеринарной академии. Мы познакомились практически, вот, можно сказать, с первых дней. Когда, ну, значит, расписание занятий, еще аудитории. Там плохо ориентируешься. И была, значит, у нас историка ПСС. Я куда-то зашла в другую аудиторию. А мне говорят, да вот там историк. Я когда вошла уже в аудиторию, уже все сидели. Преподаватель уже там это. И я раз, значит, опоздала. Ну, говорю, извините. Они говорят, она говорит, садись, вот место свободное. Рядом с мужем будущим, с Владимиром Ивановичем. Ну, вот. Я, значит, я села, ну, сижу там дисциплинированно и все это слушаю. А он что-то... Но мы не были с ним знакомы. Ну, просто сдавали в потоках в разных. И он там что-то стал спрашивать. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Там как зовут или что-то она говорит. Вы знаете, что, молодые люди, у нас есть Кузьминский парк. Это в Кузьминских ветеринарной. У нас тут большой Кузьминский парк. И у нас молодые люди там знакомятся все. И там разговаривают, вот закончится у вас занятие, идите вечером туда. А у меня на уроке, чтобы не разговаривали. Ну, и на этом закончила, значит. Ну, а потом продолжилось, что на самом деле, вот, ну, как бы мы познакомились и вот стали встречаться. И вот, значит, и на пятом курсе вот мы поженились. После окончания сельхозакадемии, а было это в 1970 году, Галина приехала работать в совхоз «Раменское». Ей сразу доверили самую большую ферму в рыбаках. Мой рабочий день начинался вот вместе с доярками. Я к шести часам, я уже была утра на ферме. Вот, ну, делала обход, иду, с каждым поговорю. Значит, может быть, доярка заметила или телятница, какие-то отклонения у животных. Вот, всех осмотрю, переговорю и потом вот иду лечить. Ну, и что? Ну, вот так постепенно со всеми познакомилась. Ну, и пошло, как бы, вот, лечение, профилактические мероприятия, за санитарное состояние. Стали там тогда вот уже как раз к тому времени санитарные дни проводить, под белочку, там, по очистку, какие-то уборки генеральные раз в неделю. Ну, вот так и... Постоянно на первую постоянно? Да, да. Галина Дмитриевна, я знаю как молодого специалиста еще. Она работала в рыбаках у нас, ветеринарным врачом фермы. Еще... Ну, раньше мы часто на фермах бывали, встречались со специалистами, с доярками и все такое. И вот от первой встречи с Галиной Дмитриевной у меня осталось сразу какое-то такое чувство, знаете, от нее глубокого человека. Вот она молодой специалист, сказала бы, пришла, такая ферма большая, в отдаленная ферма. Ну, тогда она ожидала ребенка еще, и я смотрела на нее, думаю, какая удивительная и мужественная женщина. Потому что условия работы, они, конечно, были уже несколько получше по сравнению с довоенными колхозными фермами, которые мы застали в 60-е годы. Эта ферма считалась одной из передовой на тот период у нас. Но все равно она, от того, что мы уже имели 80-е годы, ферма новая, она, конечно, на многом отставала. Хотя был там молокопровод, были, значит, двухсотники эти, коровники большие. И вот эта женщина вечером, я помню, приехала на вечернюю дойку к ним, ну, как обычно с доярками побеседуешь. Я-то смотрю, женщина, значит, выполняет свою ветеринарную работу, значит, это, а как ветеринарная работа? Это, как говорится, засучив полокоть рукава, все свои дела, значит, делает, как положено. Как, ну как, и теленка принять надо, только что приняла она теленка, значит, это все. Значит, надо было и корову привести в порядок, и посмотреть, как развивается, есть ли мастит, нет ли мастита, и все. И я увидела такого глубокого человека-профессионала, понимаете, вот она юная такая, а я чувствовала, что она озабочена, вот, что перед ней вот только что теленок лежит, тут, значит, тут коровка лежит, поднимется, она не поднимется, как вымя себя ведет, как доярочка с ней обходится. Сначала Галину Смоленскую назначили главным ветврачом, а затем и заместителем директора по производству совхоза «Раменский». Работала без праздников и выходных. Порой и ночами на ферму вызывали. Совхоз «Раменский» входил в 11 крупнейших хозяйств Подмосковья. В год выращивали 20 тысяч тонн овощей и до 8 тысяч тонн картофеля. В хозяйстве было 1800 голов крупного рогатого скота. И наше хозяйство через определенное время стало расти, стали получаться надои, стало получаться много. И мы доработали до того, что нам было приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, присвоено почетное звание «Племзавод Раменский». Это надо отдать должное. Максимум здесь заслуга Галины Дмитриевны. Она работала главным ветврачом. Потом ее подвинули чуть-чуть вверху, видят ее ответственность на эту самую. И мы работали. И в последнее время она была заместителем директора. Человек, который посвятил себя профессии, чем бы он ни занимался, на общественной работе, там на партийной работе, специалист-профессионал, она все время училась. Она все время находила вот такие моменты у ветеринарных опытных врачей, чтобы их перенять, принести в хозяйство, чтобы развить хозяйство. И надо сказать, что совхоз Раменская у нас вот в 80-е годы, вот с приходом Ивана Григорьевича, и он как-то очень принял Галину Дмитриевну и понял ее, так сказать, суть и отношение к работе. И она стала практически его упорой. Самая горячая – уборочная пора. В день на массовые работы вывозили на поля совхоза до двух тысяч человек. Это школьники, студенты, работники предприятий, военные. И всех нужно было сорганизовать, накормить. И вот у меня такая простынь, и я все эти автобусы во сколько поминутно привезти, отвезти, уехать. И кроме того же надо было проконтролировать, чтобы люди приехали, чтобы там был фронт работы готов, что они привезут и будут сидеть там на канаве, что ли. Чтобы тара была, чтобы потом их покормить там полдниками со столовой или обеда. Полдники возили им туда. Вот это все как бы... А по животным не скучали? Или нет? Ну, скучала как бы, но я фермы тоже. И получилось так, что я секретарем порткома отработала там какой-то период. А потом, это я старшим, потом я еще работала главным ветеринарным врачом. В совхозе же. Да, да. Вот Рыженков Леонид Иванович ушел на пенсию, и как бы никого не могли там подобрать. Ну, и вот я главным врачом еще работала там, я не знаю, лет 10, наверное. Вот до... Ну, как раз где-то в 80-е, наверное, годы. Вот. Иван Григорьевич Быстров тогда пришел к нам директором. Ее уважал коллектив работников. И если что-то надо было, где-то не вязалось, всегда отправляли Галину Дмитриевну, кроме директора. Потому что директор мог сорваться там и так далее. А она как женщина, с подходом, совсем... Ну, и надо отдать должное специалисту. Все уважали ее, слушали все ее. И мы вот до последнего времени крутились все вместе. Галина Дмитриевна, будучи заместителем директора совхоза, и как она выполняла? Ведь они принимали сотни рабочих. Особенно вот сейчас, сентябрь, я вот как сентябрь наступает, у меня всегда я вспоминаю, какое количество рабочих. Работала на полях, убирала этот урожай, это все надо было транспорт принять, организовать людей, питание организовать. И это лежало на плечах Галины Дмитриевны. И она справлялась великолепно. И я всегда смотрю, спокойно, выдержанно, рассудительно, без всяких, так сказать, экстремальных слов и все такое прочее. Она решала вопросы, специалисты ее уважали, подчинялись ей, несмотря на то, что это была хрупкая, интересная женщина. 30 лет проработала Галина Смоленская в одном из крупнейших в районе хозяйств. А в 2000 году ее избрали председателем райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса. Уговорили ее для того, чтобы она возглавила райком профсоюза работников сельского хозяйства. Ну, я хоть сопротивлялся, потому что жалковато, специалистом было. Ну, давай, Гаря, идти, работай, трудись. Ну, и мы до последнего времени всю дорогу, она не забывала коллектив совхоза Раменска, ну, я не забывал райком профсоюза работников сельского хозяйства. У нее хорошая семья, хорошие дети, хороший муж, Володя, который тоже, ну, специалист. Надо отдать должное людям, которые любят и скот, и любят людей. У Галины Дмитриевны две доченьки и четверо внучат. Кстати, старший внук учится в Московской ветеринарной академии. Смотришь на эту очаровательную и очень интеллигентную женщину, и больше она похожа на учительницу, но девушка из станицы решила по-другому. Можно и тогда бы было, ну, как бы пойти по другому пути. Вот девочка, с которой мы сидели с первого класса по одиннадцатой, на одной парте. Мы с ней вместе учились, как сели в первый класс, так и закончили. Вот. Она пошла в Волгоградский педагогический институт, вот, на английский. Ну, я тоже хорошо знала английский язык, вот, на отлично. И мы хотели вот с ней. Ну, потом вот, я не знаю, что это произошло, и я потом не поехала на педагогический поступать, поехала вот в ветеринарную академию. Наверное, так вот, все вот, да, да, наверное, так оно и должно быть. Я рада от души, что вот мне повезло вот работать с такими людьми. Они моложе были, но они настолько были восприимчивы к опыту старше, они настолько были любознательны, интересны, они настолько были стремлением у них познать новое что-то, принести это новое. И у нас вот как-то всегда мы считали, что вот если специалист имеет свой почерк в хозяйстве, и этот почерк дает положительный результат, то он должен, этот почерк, стать достоянием всех. Поэтому у нас Раменский район и был на передовых позициях, потому что все учились друг у друга. Галина Дмитриевна, я желаю здоровья, всех благ, и быть, оставаться такой же на долгие-долгие годы. Смоленская Галина Дмитриевна, лучший человек, которому мне пришлось работать на любых должностях, где-то в любых местах. Ну, так складывалась жизнь. Ну, а сейчас хозяйство развалилось, и нечего ставить на него большой крест. А Галина Дмитриевна, здоровье, процветание, для того, чтобы она по меру своего здоровья не подорвавшую, ну, принимала активное участие в развитии села нашего Раменского района. Вот я человек не такой нетребовательный, вот что-то мне там не хватает, вот такого для полного счастья. Я считаю, что как бы есть вот, мне вот здоровье нужно, чтобы я подольше могла побыть с внуками, с детьми, чтобы могла увидеть, вот, что они стали за люди. Вот очень этого хочется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова